Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Перед нами одна из самых сложных и противоречивых книг всего библейского корпуса. «Экклезиаст. Книга проповедника». Мы привыкли к высокому стилю библейских текстов, к безусловной надежде и безусловному ободрению звучащих с их страниц. Поэтому для человека, впервые сталкивающегося с текстом древнего мудреца-проповедника, или Кахелета, как именуют его служение иврит, слова его могут показаться абсолютно диссонирующими со всем библейским повествованием. Нигилизм, буйным цветом до Дорида и Бодрияра, цветущий постмодерн, вот такое при первом прочтении впечатление возникает от книги «Экклезиаста». Наш курс лекций, безусловно, не претендует на какое-либо полновесное комментирование текста, так как сам формат не позволяет плотно стих за стихом рассмотреть это сложнейшее полотно. Наша задача – показать место данного текста и его идей в рамках макротекста – Библии, дать ключи к наиболее неоднозначным фрагментам, указать на то, как текст живет в классических комментариях экзегетов – христианской и иудейской традиции. Словом, наша задача – создать некую очень общую, скорее в наброске существующую, систему координат, в рамках которой читатель сумеет увидеть и здесь, и в этом тексте солнце правды, не заплутав во время прогулок по литературным лесам. Перед началом чтения нам необходимо определиться с базовыми константами – временем и местом написания текста, а также личностью его автора и базовой структурой памятника, увидеть его внутреннюю логику. На каждый из этих вопросов исследователи экклезиаста предлагают множество вариантов ответа. При этом ни один из них не может претендовать на абсолютную достоверность. Не погружаясь в вопросы библиистики, отметим, что до XVI века как в иудейской, так и в христианской среде доминировала позиция, рассматривающая в качестве автора книги Соломона, основываясь на словах введения «Слова экклезиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме». То есть само соотнесение этих первоначальных сведений на то, что автор является сыном Давида и царствует в Иерусалиме, а также держит речи перед собранием, наводит толкователей на данную мысль. Однако пристальное внимание к тексту книги позволяет выявить в ней крупный корпус армиизмов, не характерных для библейского иврита. Отсюда современная библистика приходит к выводу о более позднем и, по всей видимости, послепленном происхождении текста, относя его не ранее, чем к VI веку до Р.Х. Таким образом, авторство и датировка происхождения памятника переплетены теснейшим видом. Вопрос вызывает множество дискуссий, так как мы понимаем, что ни один текст не существует в вакууме. И даже простое обращение к близким нам славянским памятникам показывает, что даже столь священный текст, как Евангелие, никогда не стагнировал в языковом смысле. То есть вслед за изменениями в разговорной и письменной речи славян происходили соответствующие изменения, да, соответствующая замена слов и в тексте священного писания. Так, например, Елизаветинское Евангелие, да, таким образом, по глоссарию очень отличается от Астромирова Евангелия, например. Еще раз повторюсь, речь не идет о изменениях в смысле, а лишь в форме текста, как дрейф, например, в рукописях от слова «живот» к слову «жизнь». Аналогичный процесс мог иметь, по всей видимости, место и в еврейских памятниках, где традиция саферов, писцов, буква в букву переносящих священные тексты, этим текстом по древности совершенно не современно, появляется значительно позже. Поэтому наличие армиизмов вполне может быть объяснено последующими редакторскими правками, внесенными в текст впоследствии. На наличие такой правки указывают в том числе и еврейские источники. Талмуд, перечисляя авторов книг писания, говорит, что при языке и его приближенных были написаны и притчи, и экклезиаст, и песнь песней. То есть, с точки зрения еврейских мудрецов, между моментом составления этих текстов Соломоном, на чем настаивает еврейская религиозная традиция, и их известной нам формой, фиксированной писцами и языки, прошло более 250 лет. Верхней границей появления данного текста может служить вторая половина II века до Рождества Христова. К этому времени относится фрагмент текста книги, найденный среди рукописи Кумрана. Таким образом, мы остаемся перед загадкой авторства и времени написания, не имея исчерпывающих ответов, так как и первый стих, упоминающий сына Давидова царя Иерусалима, и последние стихи, говорящие, что экклезиаст был мудр и собрал множество притч, по всей видимости, являются редакторскими вставками в текст, которые служат своеобразным введением и заключением. Итак, перед нами текст мудреца, ставящего себя или действительно находившегося в позиции властителя царства Израиля и датируемый в предельно широких границах, от первой половины X века до II века до Рождества Христова. В рамках данного комментария мы склоняемся к позиции традиционной экзегезы, видящей в авторе этих наставлений мудрейшего из царей Соломона, сына Давидова, и спросившего у Бога важнейший из даров – мудрость. Сказать что-либо определенное о структуре произведения нам также, увы, не удастся, так как существует множество позиций. От деления текста на 12 смысловых отрывков до полного отказа видеть в книге хоть какую-то осмысленную структуру. Можно упомянуть лишь однозначно ярко выделяющееся введение в книгу, ограниченное первым и одиннадцатым стихами первой главы, и двойной эпилог переписчиков, 12 главы с 9 по 14 стих. Итак, первая глава. Слова экклезиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета, сует, – сказал экклезиаст, – суета, – суета, – все суета. Что польза человеку от всех трудов ему, которыми трудится он под солнцем? Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу. Кружится, кружится на ходу своем и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухослушанием. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят «смотри, вот это новое», но это уже было в веках бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем. Да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Относительно авторства мы уже условились, что согласуемся с позицией отцов церкви. Так об этом говорит святитель Григорий Низкий. Так говорит Соломон. «Сын Давида, царя и пророка, славнейший перед всеми людьми царь и мудрейший пророк всей Церкви Божией», то есть всему собранию верующих. От Израиля Ветхого Завета до Церкви как Нового Израиля Нового Завета. Эту веру разделяют все отцы и учителя Церкви. В том числе и учителя Израиля. Потому-то автор, кстати, назван экклезиастом от греческого «экклесе», то есть собрание, что параллельно кахелят, причастию от глагола «кахаль» – «собирать», «созывать». Общий смысл перевода, да, «говорящий собранию», «проповедник». Слово уникально для Библии и упоминается только в данной книге. При этом есть оригинальное мнение одного из иудейских толкователей. Раби Бин Нун видит в экклезиасте полилог – звучание нескольких голосов, озвучивающих разные подходы к жизни, и потому часто вступающих в противоречие в тексте. Поэтому с его точки зрения автор назван кахелятом, то есть собирающим, но не собрание внешних людей, а собирающим своего внутреннего человека воедино. С этим мнением солидарен и святитель Григорий Великий, он же двое слов. В своих диалогах замечающий о экклезиасте. Так, выражая прежде удовольствие плотских людей, преданных заботам, возвещает он, что хорошо есть и пить. То же самое потом по суду разума отвергает, когда говорит, что лучше идти в дом плача, нежели в дом пира. Среди общего мнения христианских экзегетов выделяется позиция главы Александрийской огласительной школы Дидима Слепца. Он указывает, что, во-первых, и главных, для священного писания важно, что его автор — дух, которому содействует кто-то из просвещенных людей. При этом не принципиально, чтобы в данном случае это был, например, именно Соломон. Дидим говорит. То есть, с его точки зрения, Соломонов авторитет может оказаться для читателя даже избыточным, и личность автора может передавить авторитетом смысл слов. «Суета-сует», «все суета», «гевель-гевалим» — пожалуй, одно из самых известных и расхожих библейских выражений. «Гевель-чета» — в собственном смысле переводится как «пар», «туман» — нечто несущественное, практически несуществующее, пустое. Интересно, что это же слово однокоренно имени сына Адама, Авеля. В первом рождении Ева ожидала обрести того самого потомка, который исправит аффекты грехопадения и сотрет главу змея, как обещал Бог, потому и называет первого сына «приобретение». Когда же она начинает и рождает вновь, и понимает, что отныне это просто часть ее жизни, а не избавление, то называет сына тщетной, пустой надеждой, отсюда Каин и Авель. Мудрецы Израиля считают, что в этом многократно повторенном указании на тщетность и бессмысленность всего Соломон указывает на обесцененность в его глазах абсолютно всего, что бытийствует в мире, всего, что появилось в рамках Семи Дней Творения. Достаточно негативистское начало, и такую позицию, например, не разделяют христианские отцы. Святитель Иоанн Златоуст говорит, «Не дела Божии назвал он суетными, нет, не небо суетно, не тело наше. Все это весьма хорошо. Что же суетно? Послушаем, что говорит сам Экклезиаст. Посадил себе виноградники, завел у себя певцов и певиц, и вот все – суета и томление духа». То есть негативизм Соломона направлен не против творения, а указывает на тщетность и мимолетность именно человеческих трудов, на что указывает и конкретизация внутри самого фрагмента, где за указанием тщетности всего идет конкретизирующий вопрос о пользе того, что делает человек в мире, о пользе его дел под Солнцем. При этом комментаторы уточняют, что не всякое дело бесполезно, указывая, что вклад человека в то, над чем не властно время, обозначаемое как раз движением Солнца, имеет смысл и цену. «В трудах исследования духа человека есть выгода, ибо дух не подвластен времени, говорит Ибн Эзра, солидарный с дедимым слепцом, утверждавшим, что трудящийся над тем, что возводит к вечному, к незримому, много чего приобретает. Из человека становится Богом, и из презренного – могущественным, и из боязливого – мужественным». Сложно сказать, насколько подобное мнение толкователей соотносится с авторской позицией, в последующих главах, ставящей под вопрос саму мудрость как таковую. «Соотносит труды человека Царь Израиля с вечным бегом творения. Все идет в рамках своего цикла. Все взвешено, ровно и закономерно. Движение светил, течение вод, сам бег времени. В рамках этого и бытие человечества может быть оценено в тех же макромасштабах. Смена родов, в сравнении с которой жизнь одного человека, даже самого блистательного, не более чем капля в вечно текущих водах. «Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем». Важное замечание. Указания на цикличность в мире природы никоим образом не переносятся автором на мир людей, как, например, идея цикличности бытия социума, а уж тем более цикличности бытия отдельного человека. Пусть это бытие быстротечно, но единственно, неповторяемо более. И об этом скажет подробно последняя, двенадцатая глава книги. Из комментаторов на этом настаивает блаженный Августин, говорящий, что нет ничего общего между воззрениями экклезиаста и греческой философией, ну, например, Платоном, указывающим на цикличность в бытии мира. Блаженный Августин говорит, Идея линейной истории – один из основных культурных даров Библии для европейской цивилизации. Здесь же мы видим указание на то, что социум состоит из одних и тех же феноменов, являет себя одними и теми же ликами – любовью и ненавистью, смирением и спесью и так далее. Это константы, которые, безусловно, присутствуют в мире людей, несмотря на наличие внешних изменений в жизни человечества. Факт течения истории Библия не просто не отрицает, а утверждает. Одна только книга бытия говорит, вот первые одежды, которых не было доселе, вот первый пастух, вот первый земледелец, первые жертвоприношения, первый кузнец, первый музыкант, первый город, множественные языки народов, ну и так далее. Мысль Экклезиаста скорее созвучна с мыслью, которую впоследствии озвучит Христос. «Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого», говорит он. «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Это Евангелие от Матфея, 24 глава. То есть жизнь наполнена тем, чем наполнены все дни жизни человечества. И нет принципиальной разницы к обладанию палкой-копалкой или восьмым айфоном вскипает зависть, или в темной пещере, или в светлых палатах рождается новая жизнь. Все это смена декораций, много привносящая, но не меняющая действующих лиц и их ролей. «Я, экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме». Это, собственно, первый стих основной части текста. Важно отметить, что упоминание авторского «я» достаточно структурировано в рамках книги. В ее начале на авторский эгоцентризм отдано достаточно. «Я» упоминается более чем регулярно. Всего в 12 главах оно упомянуто 29 раз, не считая глаголов в первом лице, требующих при переводе на русский дополнительного использования «я». В первых главах книгилист Соломон без ложной скромности перечисляет все свои эксперименты и опыты над реальностью. «Я видел все, я устроил, я насадил, я завел, я решил испытать». К середине повествования эго начинает уходить на второй план. И возникнут выражения второго лица. «Не торопись устами, не говори». А в конце авторской части книги мы встретим упоминание автора в третьем лице. «Пустая счета, сказал экклезиаст». С уменьшением эго-выражений начнут все чаще появляться стихи, упоминающие Творца, практически отсутствующие в первой части и регулярно звучащие в последних главах. Соотнесенность автора с сыном Давида и царем Израиля наводила христианских комментаторов на параллель между Соломоном и Христом. Называемым в таком случае истинным экклезиастом, истинным проповедником, которого прообразует ветхозаветный экклезиаст Соломон. О взаимоотношениях текста экклезиаста не только с другими текстами Ветхого Завета, но и с учением Христа мы поговорим в следующих главах. «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Экклезиаст 1.13 Повествование начинается с утверждения взаимосвязи Соломона с мудростью. «Предал я сердце мое». Об этом в том или ином виде упомянут в том числе и притчи, и поздняя книга «При мудрости Соломона». То есть упомянут о случае, произошедшем с молодым царем в Гаваоне, где явившийся ему Господь спросил о том, что юноша желает получить. Соломон просит мудрость и знания, говорит Третья книга царств, которых он и получит с избытком. В стихе уже имеет место разночтение. Масорецкий текст дает чтение. «И обратил я сердце мое, чтобы мудростью изучить и исследовать все, что делается под небесами. Дурное дело возложил Бог на сынов человеческих, чтобы томились им». То есть Соломон обратил свой мудрый взор и понял, что все, то, что делает человек под небесами, дурное и отягощающее его дело. Согласуюсь таким образом с книгой Бытия, где Бог, говоря о результатах человеческого грехопадения, обращается к Адаму. «Проклята земля за тебя. В муках будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю». Это третья глава книги Бытия. Но другие варианты текста дают совершенно иной смысл. Здесь тяжелым занятием, в котором должны упражняться люди, названа не работа вообще, а именно испытание мудростью всех вещей, делаемых в мире. И тогда вспоминается совсем другой фрагмент книги Бытия, совершенно не связанный с грехопадением, а наоборот, указывающий на изначальный замысел Бога о человеке. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек именно всем скотам и птицам небесным, и всем зверям земным». Это вторая глава книги Бытия. То есть интеллектуальная работа это труд, труд сложный, но благословленный Богом, желающим через это взрастить и образовать человека должным образом в ту меру, которую он о нем задумал. Такое понимание не совершенно чуждо и израильским толкователям, но встречается лишь как один из вариантов стиха у Ибн Эзры. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление Духа». Экклезиаст 1.14. Торгумный Экклезиаст, текст, являющийся расширенным пересказом классического памятника Севрита на Арамейский, уточняет позицию пересказывающего. Все людские дела. В то время как говорящий о суете отец христианского богословия Ориген замечает, что суете подвержены не только дела человеческие, но вспоминает здесь апостола Павла, упомянувшего, что все творение покорилось в суете недобровольно в послании к римлянам, но по воле Бога, сопочинившего творение его венцу человеку, и ввиду падения последнего и первое увлекшего в тление. Потому прозрачность, призрачность, эфемерность результата и близость распада сопутствуют не только делам человеческим, но и природе, будь то живой или неживой. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Экклезиаса 1.15. Выражение ввиду своей однозначности могущее наполнится практически любым произвольным смыслом. Ну, наподобие классического Прутковского «нельзя объять необъятное». Так, например, иудейские комментаторы выводят отсюда совершенно не характерную для автора мысль о том, что искривленное при жизни невозможно выправить после смерти. В то время как для Соломона идея хоть какого-то по смерти априори не прояснена. «Говорил я сердцем моим так, вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал я, что и это томление Духа, потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь». Экклезиаст 1, 16-18. Важный оборот – разговор автора с самим собой, в данном случае со своим сердцем. Существует ряд исследований, рассматривающих взаимосвязь экклезиаста с другими образцами ближневосточной литературы мудрых, а именно с египетскими и месопотамскими источниками. На русском языке эти темы подробно рассмотрены в двух монографиях архимандрита Сергия Акимова, ректора Минской Духовной Академии. Так, диалог со своим сердцем или со своей душою – характерная черта, объединяющая экклезиаст с древней египетской литературой, где диалог со своей душою, со своей ба встречается в ряде памятников. И вот, от рассуждения с самим собою Соломон приходит к практическому выводу. Теории мало. Нужно познать, то есть получить как опыт жизнь в мудрости, исследование путем глупости, чтобы именно из эмпирики иметь возможность суждения о том и о другом. Описанию этого опыта и будут посвящены следующие главы книги. Заканчивается же глава «Любимым выражением всех гносямахов – борцов со знанием и ученостью». Как преподаватель в ряде учебных заведений я часто слышу эту цитату от своих студентов, как очного, так и заочного секторов обучения, когда они оправдывают свое незнание предмета. «Во многое мудрости и многое печали, говорят они. Кто умножает познание, умножает скорбь». С точки зрения еврейских комментаторов, в данном стихе Соломон лишь констатирует существующий порядок вещей, но совершенно не утверждает бессмысленность, ну или уж тем более вредность для человека умножать мудрость. Мудрец, умножая познание, безусловно, не может не скорбеть, видя падение и несовершенство этого мира. Однако его труды вносят толику совершенства и праведности в этот мир. Поэтому они и нужны, и благословенны Богом. То есть приобретение мудрости можно сравнить, ну в некотором смысле, со вредным производством, плоды которого нужны многим, но процесс, безусловно, наносит свой урон добывающему. Субтитры создавал DimaTorzok